ну что же всем добрый вечер здравствуйте добро пожаловать в школу не эмоционального интеллекта меня зовут алексей красиков здравствуйте еще раз давайте присоединяться наша тема сегодняшнего открытого урока это окр и лечится ли окр лечится ли невроза в принципе да тема волнующая многих последнее время поступил ряд вопросов скажем так о том можно ли все-таки вылечить невротические расстройства и в частности укр о том почему укр является моим любимым видом невроза и вообще что можно с этим всем делом делать да вот об этом мы сегодня с вами и поговорим давайте начнем с того что я дождусь основных скажем так наших зрителей да прекрасно добрый вечер присоединяйтесь пожалуйста хорошо прекрасно ну что же давайте начинать потихонечку у нас не так много времени пока все присоединяются напомню что в эту пятницу вечером 18 00 у нас будет такая же открытая лекция но я буду разбирать кейсы в прямом эфире рекомендую вам присоединиться и надеюсь это будет тревожно фобическое расстройство укр возможно в частности в следующую пятницу состоится панельная дискуссия в школе на сущевском валу 40 человек уже подали свои заявки мы их утверждаем у вас еще есть время податься если вы врач психолог студент если вы проходите у нас обучение или подали заявку на обучение и так далее собственно говоря все нюансы в приемной комиссии марина вам расскажет так что велкам мне прислали вчера предварительный список участников мне очень приятно видеть что действительно панельная дискуссия будет проходить в кругу все таки специалистов там как я видел есть и практикующие психологи есть и студенты есть преподаватели есть психиатры есть врачи и это очень очень хорошо потому что хочется чтобы панельные дискуссии были максимально в профессиональном поле да скажем так но мы сегодня с вами обсуждаем обсессивно-компульсивное расстройство и вообще лечится ли невроза или нет давайте начнем с того что действительно окр является моим любимым видом невротических расстройств скажем тогда связано это с тем что это один из самых сложных видов расстройств это один из самых сложных кейсов который всегда требует достаточно хорошего аналитического подхода терапия укр делится обычно на две такие составляющие или две основные фазы первая фаза это вообще в принципе образование человека о том что с ним происходит о том почему ему лезут голову разные мысли и сомнения которые крутятся и повторяются он этого боится и почему у него возникают различные ритуалы ритуальчики чтобы что-то не случилось или как бы себе помочь да вот это как бы на поверхности айсберга вот эта симптоматика которая мучает наших пациентов это может возникнуть после родов малыша это может возникнуть в раннем возрасте это может возникнуть после брака это может возникнуть после определенных событий которых я вам сегодня расскажу сложность и радость для меня терапии заключается в том что сама основная часть терапии укр не заключается в работе с навязчивыми мыслями с ритуалами это лишь такая первичная поведенческая часть которая показывает пациенту о том что его навязчивые мысли и его ритуалы они являются лишь симптоматическим способом снятия напряжения либо метафорой да и как бы вы не работали с навязчивыми мыслями как бы вы не работали с ритуалами если кто-то здесь присутствующих с этим работал когда-то то вы наверняка сталкиваетесь с одной и той же проблемой вы вроде как понимаете что ничего не случится вы вроде как даже раскручиваете мысли до конца вы не бы перестаете делать ритуалы либо делаете парадоксальную какую-то парадоксальную интенцию с ритуалами но так или иначе позже эти навязчивые мысли сменяют другие мысли да эти ритуалы сменяют другие ритуалы и по большому счету как бы вы не понимали безопасность навязчивых мыслей как бы вы не иронизировали эти навязчивые мысли как бы вы их не докручивали до конца как бы вы не работали с ритуалами там многократным повторением либо просто бездействием то все равно напряжение никуда не девается, и все равно одни навязчивые мысли сменяются другими, одни ритуалы сменяются другими. Почему так происходит? Так происходит, потому что базовая структура ОКР не является навязчивыми мыслями или ритуалами. Базовая структура ОКР является специфический характер, специфическое отношение к себе, либо какие-то события, после которых вы поменяли мнение о себе. Вот я сегодня бы хотел в частности заострить эту тему. Может быть кому-то это поможет в терапии, если он в ней находится и если он хочет к ней приступить. Очень часто навязчивые мысли и очень часто навязчивые состояния возникают после определенных событий. Как вам кажется, после каких? После каких? Кейсы в пятницу. Давайте я не буду тогда вас мучить, давайте себе вы это запишите. Очень часто обсессивно-компульсивные симптомы возникают после того, как вы утратили доверие к себе. Это не просто стресс. Нет. Если бы от стресса возникали у вас ОКР или неврозы, то мы бы все ходили с одними сплошными расстройствами. К сожалению или к счастью, неврозы не возникают от стрессов и неврозы, и в частности ОКР, и не возникают эмоциональных срывов и так далее. Смотрите, человек в какой-то период времени должен потерять доверие к себе. То есть, чтобы начать испытывать навязчивые мысли, чтобы начать в принципе что-то перепроверять, нужно утратить к себе же самому доверие. И вот эта утрата доверия к самому себе, она может быть очень разнообразной. Иногда это связано с тем, что человек что-то сделал и стал себя осуждать. Иногда человек стал понимать, что он что-то хочет, и он стал себя осуждать. Иногда человек начал понимать, что что-то он делает или что-то он не делает, или что-то он хочет, или что-то он не хочет, или как-то он думает или не думает, и он себя в любом случае за это осуждает. То есть, основная структура ОКР характера – это лютое недоверие к себе, это очень сильная неуверенность в себе, это потеря собственной идентификации с точки зрения «а справлюсь ли я?». И вот эта история навязчивых мыслей заключается в том, что вы представляете себе, как вы не справитесь. А вдруг вы не справитесь и сойдете с ума? А вдруг вы не справитесь, потеряете контроль? А вдруг вы не справитесь, делаете неконтролируемый поступок? А вдруг вы не справитесь, причините кому-то вред? А вдруг вы не справитесь, будет то-то, то-то? И все это подкрепляется тем, что вы будете плохой, вас осудят, вы не добьетесь результатов и так далее. То есть, навязчивые мысли в большинстве случаев – это метафора. Это не приказ к действию, это не симптомы шизофрении, это метафора из-за сильнейшего недоверия к себе. После чего вы утратили такое доверие, разберется ваш терапевт, ваш консультант. Ну а ритуалы являются техническим способом снятия напряжения, восстановления доверия. В частности, перепроверка. Вы не доверяете себе, вы решили перепроверить 25 раз, чтобы себе же доверить. И так начинается это все замыкаться. В итоге получается, что человек у нас ходит с базовым недоверием к себе, с базовой сильнейшей неуверенностью в том, что он вообще делает правильно и может так делать, и может хотеть это думать, и может хотеть думать так-то, и может хотеть думать так-то, или то, что он сделал. Потом он обрастает ритуалом, который возвращает ему доверие, что типа все окей. И вот так все это замыкается. Лечится ли ОКР в принципе? Значит, смотрите. Давайте я буду говорить про неврозы в целом. Очень частая проблема возникает у пациентов в том, что они хотят вылечить невроз. И вот они бегают с этой торбы своей лечения неврозов, лечения неврозов. Я лечу невроз. А как мне сегодня? Мне сегодня лучше. А мне сегодня хуже. У меня откат. У меня откат. А вчера было лучше. А сегодня не лучше. Значит, я не выздоравливаю. Как же лечить невроз? Как же лечить невроз? И вот от этой такой интеграции в терапию неврозов возникает очень много вторичной тревожности, где вы начинаете прислушиваться постоянно к себе. А вылечились ли вы? Вы начинаете читать книги, читать какую-то информацию, погружаетесь в терапию невроза, становитесь таким профессионально тревожным человеком за терапию невроза. Поэтому первая моя для вас рекомендация – перестаньте лечить невроз. Перестаньте искать лечение невроза. Перестаньте хотеть вообще от невроза избавиться. Как бы это ни звучало странным для многих, как бы это ни звучало парадоксально, но поверьте моему опыту, чем быстрее вы перехотите вообще в принципе заниматься лечением невроза, как бы это ни звучало парадоксально, тем быстрее вы от него избавитесь. Потому что вся невротическая штука – это такая, знаете, фантазия нашего ума и фантазия физиологии по поводу того, на чем вы концентрируетесь. Поэтому первое – перестаньте бегать с вашим неврозом, как с бешеной торбой, и пытаться все это вылечить, устранить и стереть в ноль. Вторая моя для вас рекомендация на сегодня заключается в том, что никогда не ставьте задачу избавиться в принципе от тревоги, избавиться от вегетативного напряжения, избавиться от каких-то эмоций, от каких-то переживаний. Понятно? То есть, если вы будете ставить задачу вылечить невроз и будете преломлять к этому огромные усилия, затем вы будете себя мониторить каждый день со словами «я что-то тревожусь, а что я тревожусь, не должно быть тревоги, значит я еще не вылечился». Вы не сможете с этим справиться, потому что если вы разрешите себе испытывать разные эмоции, и это нормально, вы можете испытывать тревогу, вы можете испытывать беспокойство, вы можете испытывать озабоченность, вы можете испытывать множество разных негативных эмоций, и это нормально. Поэтому отсюда мы делаем вывод, что не должно у вас стоять, чтобы у вас было все хорошо. Не должно стоять задача, чтобы у вас не было тревоги, чтобы у вас не было вегетатики. Вегетатики, как я говорил, не будет только в морге. То есть у вас может быть вегетативное напряжение, у вас могут быть всеразличные психосоматические проявления, у вас может быть сегодня тревожно, а завтра не тревожно. Ставьте такую задачу, что не стоит задачи убрать все это в ноль. Третье, очень важный момент. Никакие невротические базовые вещи нельзя убрать абсолютно. Как бы вы не занимались, чем бы вы не занимались, вы должны понять, что невротик или человек в принципе, это структура, которая может поменяться, вот сейчас скажу страшные вещи, только со временем и жизненным опытом. То есть вы как личность, вот почему-то многие думают, что можно себя проработать, да? Но на самом деле вы как личность меняетесь со временем и с объемом жизненного опыта. То есть если мы возьмем человека, который находится в терапии, так сказать, невротического расстройства пять лет, и он за эти пять лет много чего делает, он сам по себе будет меняться. Если вы знакомитесь с новыми людьми, если вы переезжаете, если вы меняете работу, если вы что-то начинаете, заканчиваете, вы набираетесь различного опыта, и под действием этого опыта и времени вы меняетесь как личность, набираясь различных опытов и интроектов. Поэтому глубинные изменения, они всегда сопряжены со временем и с объемом пережитого опыта. Если вы пять лет сидите в своей мухасранске, в своей квартире, если вы ходите от подъезда до, там, я не знаю, там, магазина, от магазина до подъезда, то вы можете десять лет заниматься терапией своего невроза и пятьдесят лет терапии своего невроза, ничего не изменится, потому что у вас нету нового объема опыта и новых жизненных интроектов и новых опытов, чтобы изменить свою личность. Думать о том, что есть книжки или психотерапевты, которые могут повлиять на вашу личность, это абсурд, да, потому что вы только меняетесь изнутри, то есть нельзя взять и вас поменять снаружи. Вы меняетесь изнутри посредством опыта, с которым вы сталкиваетесь. То есть это касается разных негативных, прежде всего, ситуаций, то есть чем больше вы будете сталкиваться с разводами, с изменами, с увольнениями, с банкротством, с ошибками, с различным негативом, тем больше ваш жизненный опыт, тем быстрее вы сможете адаптироваться. Четвертое. Не ставьте целью психотерапии убрать у вас жизненные проблемы. То есть психотерапия, даже самая идеальная, даже самая крутая, не избавит вас от мужа-мудака, не избавит вас от начальника какого-то триглодита, не избавит вас от смертей ваших близких и друзей, не избавит вас от различных утомлений, переутомлений, от различных астенизаций. Психотерапия не способна на это в принципе, да, и не нужно думать, что психологи вообще какие-то такие специфические ребята, которые специфически учились, хуёво они в основном учились и хуёво они что делают. Соответственно, очень важно понимать, что психотерапия не решит за вас проблему, психотерапия не избавит вас от проблем, психотерапия не избавит вас от эмоций, не избавит вас от каких-то жизненных обстоятельств, вам может быть в этом месяце там всё хорошо, в следующем месяце случились обстоятельства или череда обстоятельств вам становится напряжённее. Это важно понимать. Самая идеальная психотерапия, которая на что-то вообще способна, это дать вам навык адаптации, дать вам навык адаптироваться к изменившимся обстоятельствам, да. Поэтому неврозы не лечатся. Мы адаптируем человека такого, какой он есть, со всеми его заморочками, со всеми его влечениями, со всеми его правдами, со всеми его спецификами детства, со всеми его предпочтениями, мы его учим адаптироваться к различным жизненным изменившимся обстоятельствам. То есть мы не можем перепрограммировать Васю, у которого там специфическая история. Вася как был специфический, так он останется специфическим. Но Вася со своей специфической историей сможет адаптироваться к миру и к обстоятельствам так, что он не будет саморазрушаться, самоповреждаться, и уж тем более уходить со словами «что-то у меня ипохондрия», да, в сторону как бы уходить в болезнь так называемую. Соответственно, неврозы не лечатся, и ОКР не лечатся. Мы это всё балансируем. То есть если передо мной пациент с ОКР, и я понимаю суть его кейса, то я его начинаю дружить с самим собой. Вот это надо понимать. Я учу пациента с ОКР дружить со своей уверенностью, дружить со своими нормами и правилами, дружить со своими убеждениями, дружить со своей неуверенностью во многих сферах, дружить с прошлым. Например, если девочка что-то сделала, и она потеряла в себе уверенность и так сильно в себе разочаровалась, мы начинаем дружить с этой ситуацией, мы начинаем дружить с её прошлым, мы начинаем дружить с её влечением, мы начинаем дружить с её сексуальностью, мы начинаем принимать, если хотите попсово, себя со своими особенностями. И психотерапия, в принципе, не способна изменить вообще невротическую личность. Мы способны с ней только подружиться. Плюсик ставим, кто это понимает. То есть не ставьте нерешаемых задач. Много очень людей в терапии не добиваются результатов, потому что они пытаются поменяться. Они пытаются убрать вегетатику, они пытаются убрать эмоции. Не нужно ставить такой задачи, это тупик. Ваша задача понять себя, почему меня эти ситуации так волнуют, почему для меня это такая болезненная тема, почему именно в этих ситуациях я веду себя так, реагирую так-то, почему я не могу принимать решения здесь, и почему я откладываю, почему я так себя веду, вообще почему я, кто я, хуэ май, да, и все. Как только вы это понимаете, как только вы с этим начинаете дружить, мы начинаем договариваться с обстоятельствами, учиться планировать, учиться смотреть на ситуацию более гибко, более вариативно. Помните наши занятия на сезоне, за рамками недопущений и так далее. И вот когда мы учимся принимать себя и учимся адаптироваться к разным изменившимся обстоятельствам, вот это и есть настоящая психотерапия. Теперь понятно? История рассказов про ВСД, панические атаки, про вот эту всю теоретическую историю, это 10% из, наверное, 100. Это такая первая история, когда человек столкнулся с непонятными симптомами, он не понимает, что с ним, и ему иногда нужно на первом этапе объяснить, что с ним, что он не один, что таких тысяча людей, что ничего страшного. И люди испытывают облегчение, и они думают, что вот это информирование в лекционной форме, в форме вебинаров, есть психотерапия. Это наебка. Это не психотерапия, это информирование. Любой мой подписчик канала на YouTube, любой мой подписчик вот в Instagram, в Telegram, поверьте, сможет провести вебинар по ВСД паническим атакам, агорофобией и неврозом. Любой. Потому что мои подписчики обладают большим количеством информирования, большим количеством знаний, которые могут просто записать на камеру или поговорить на вебинаре. И многим очень поможет, особенно новичкам. Но на самом деле никакой глубинной, из глубинных знакомств с самим собой не случится. И уж тем более адаптации. Поэтому вывод. Невротические расстройства не нужно лечить. ОКР не нужно лечить. ОКР и невротические расстройства надо понять. И адаптировать пациента к разным обстоятельствам. Это касается личной жизни, это касается профессиональной жизни, это касается турбулентности, это касается смертей, это касается потерь, это касается банкротства и так далее, и так далее, и тому подобное. Поэтому, если вы будете ставить задачу поменять себя в корне, вы придете в тупик. Если вы будете думать, что есть психотерапевт, который может вас поменять как личность, вы ошибаетесь. Вы действительно можете поменяться как личность, но только пережив определенный опыт. Я все время привожу такой пример. Была женщина с генерализованным тревожным расстройством и СОКР. Обходила кучу психологов, психотерапевтов, а даже таблетки принимала. Ничто, естественно, ей не помогало. Она жила очень понятной для себя стандартной жизнью, да. И вот в один прекрасный день ее сбивает пьяный человек на дороге. Она попадает в реанимацию, потом она попадает в травматологию, ее, в общем, спасают. Через полтора месяца она выходит из больницы и куда-то делась ее УКР. Возникает вопрос, что случилось. И когда мы с этой женщиной начинаем говорить, оказалось, что пока она лежала в реанимации, пока там она выздоравливала, она пережила такой опыт, на основании которого она обесценила прошлое, обесценила какие-то значимые вещи, поняла, что для нее главное, что для нее вообще хочется дальше, и что можно потерять по отношению к жизни и смерти. И ей не нужны больше никакие психологи, потому что психологи не способны дать человеку подобный жизненный опыт. Соответственно, вот это надо держать все время в голове. Это не доминанта, это именно глубинные изменения. Вот тут вы ошибаетесь. Доминанта это тогда, когда женщина с тревожным неврозом, у нее заболела собака, а женщина пять лет не выходила из дома с агорафобией, у нее заболела собака, она забыла, что у нее невроз, она взяла его, побежала, значит, под капельницу собаку лечить. И только прибежав домой с спасенной собакой, которую укусил энцефалитный клещ, она вспомнила, что у нее агорафобия. Вот это пример смещения доминанты, когда одна эмоция вытесняется другой эмоцией, она доминирует, и вы начинаете жить другой жизнью. Такое же смещение доминанта, кстати, бывает о рождении ребенка. Была женщина с тревожным расстройством, родила ребенка, переключилась, инстинкт переключился, занятия переключились, все у нее хорошо стало. Но это не глубинные изменения, потому что стоит собаку вылечить, она вернется опять в свою жизнь. Чтобы вылечить подобную женщину, ей надо измениться в своих представлениях. И вот чтобы это случилось, нужно поменять в принципе то, что для нее является значимым. И последнее, вот прозначимое. У каждого нашего пациента есть сверхценные детские потребности. У каждого нашего пациента есть сексуальность. У каждого нашего пациента есть какая-то правда в шкафу. Назовите это скелетами. Хорошо. Неврозы возникают тогда, когда мы не очень дружим с этим шкафом. Мы не можем признать себе, что мы лоханули в замужестве, в женитьбе. Мы не можем признать себе очень много вещей сексуальных и очень много вещей правдивых про себя. Мы не можем понять и признать, почему мы испытываем те или иные эмоции из-за тех или иных ситуаций. Поэтому психотерапия не способна вылечить невроз. Мы способны познакомиться с собой и научиться более взвешенно относиться к обстоятельствам и таким, каким мы есть. Всем это понятно. Поэтому когда меня спрашивают лечится ли УКР, я говорю, что его лечить не нужно. Сначала надо образовать пациента, что с ним. Затем показать ему, что обсессии и компульсии являются лишь симптоматическим проявлением его тревожности. А его тревожность связана с тем, что он, черт побери, люто в себе не уверен и почему так вообще происходит, давай это адаптировать. То есть все УКРщики это ребята, которые в какой-то момент очень сильно не доверяют себе или своему выбору, очень сильно не доверяют своему, скажем так, слову. Если интересно, в патогенезии, как правило, это детство в очень нормативном характере, как правильно, как неправильно. Ошибка это плохо. Либо это девочка или мальчик, который что-то захотел и посчитал, что это ужасно и плохо, и грех, и так далее. Его замыкает я плохой, я плохой, я плохой. И вот это все я плохой, я не справлюсь, меня осудят, я подведу, я плохой, я не справлюсь, меня осудят, я подведу, становятся структуры характера, которые потом проявляются в виде вот таких фантастических симптомов обсессии. Поэтому подытожим. ОКР и неврозы не надо лечить. ОКР и неврозы надо адаптировать. Надо адаптировать человека. В чем-то он должен добиваться своего, на что-то он должен пересмотреть свое отношение. Если передо мной невростыник не по теме, извините, то я знаю, что я невростыника никогда не изменю. И невростыник может сам измениться, если он прилетит на какой-нибудь остров Бали или в какой-нибудь там Гоа, там, не знаю, там, поменяет вообще в принципе внутри себя смыслы и останется там жить и будет там заниматься серфингом, выращивать бананы, тогда, наверное, да. Но это в нем произойдет изнутри естественным образом. Я на это не влияю. Поэтому, если у меня невростыник в мегаполисе, я понимаю, что я не смогу изменить его внутренней амбиции достигать, добиваться успеха. Я не смогу изменить его в принципе. И не надо ставить таких задач. Что я буду делать с невростыником, с моим менеджером? Мы будем знакомиться, а куда ты торопишься? А что ты хочешь доказать? А почему для тебя это так нужно? А как ты это доказываешь? А почему ты переживаешь, когда у тебя не получается проект или деньги недостаточные? А почему ты так эмоционально относишься к тем или иным событиям? Мы знакомимся со всей этой внутренней петрушкой и учимся и достигать результатов, потому что это все равно должно закрываться, невротическая потребность, но в чем-то быть гибким и лояльным к изменившимся и конъюнктуре экономики, бизнеса и так далее. То есть правильная терапия неврозов очень похожа на описание истории буддизма, не имеет никакого отношения к религии, но тем не менее, когда струну, если начнут слишком сильно, она порвется, а если слишком слабо, она не будет звучать. Вот так вы должны представлять терапию невроза, что если вы слишком сильно будете заниматься постоянно терапией невроза, форсируя свои изменения, вы переутомитесь и вы просто заебетесь и вы не понимаете будете, что происходит. Если вы вообще на все забьете, то вы скорее все будете тоже в тревоге, потому что не будет реализовываться ваших невротических амбиция, вам все время будет тоже плохо. Поэтому правильная терапия невроза это не терапия, это адаптация, где вы себя полностью принимаете и осознаете, кто вы и начинаете балансировать где-то невротическую потребность вы закрываете и осознаете, а где-то вы смотрите на что-то более гибко и более допустимо. Способов для этого великое множество, в частности проработка списка недопущений, выстраивание гибких альтернатив, выстраивание причинно-следственной связи, почему меня сейчас бомбануло от этой ситуации, выстраивание паттернов поведения, выстраивание схемы детских фиксаций по треугольнику Карпмана и так далее. В общем, все это но от одного осознания это не изменится, вы должны это осознать, а потом с этим учиться жить. Если я по треугольнику Карпмана там, например, жертву или спасатель, от того, что вы это поняли, ничего не изменится, черт побери. Но если вы это поняли, то вы с вашим терапевтом смотрите, как это отрабатывается в вашей жизни постоянно, и когда вы за этим наблюдаете, вы можете вносить в это осознанные изменения. Вот здесь я спасатель и мне окей, меня не бомбит, я понимаю, что я сейчас это делаю для своего невротического момента, я понимаю все прекрасно, но вот здесь я не буду это делать, потому что для меня это токсично, ну его нахуй, да, все. И управляя своими особенностями, это касается треугольника, это касается заряженных сценариев, это касается всего, вы уже не сможете испытывать невротическое расстройство, только лишь потому, что расстройство возникает тогда, когда вы не понимаете, что с вами происходит, вы не понимаете, куда вас несет, почему у вас одни и те же ситуации, одни и те же реакции, что с вами происходит, почему такая симптоматика, откуда, вот когда вы не понимаете, кто вы, и не понимаете, какого вас бомбит, вот тогда возникают проблемы, а когда вы полностью себя препарируете, честно, сам с собой, то дальше уже вы выбираете, что для вас токсично, а что для вас допустимо, и вот это и называется личностные изменения и психотерапия. Надеюсь, вам было сегодня интересно и полезно, вы не станете ставить нереальных задач, вы не станете вестись на уловки современных интернет-мошинников в инстаграме, которые называют себя блогерами часто, вы станете понимать, что информирование не решает вопросов, вы станете понимать, что изменить структуру личности невозможно ни с помощью медитации, ни с помощью гипноза, ни с помощью чего, кроме как вашего личного опыта, контакта с самим собой, договариванием с самим собой, и научением с этой правдой как-то обходиться и научиться решать свои задачи. Если для меня, как для невротика, важно достигать таких-то, таких-то результатов и важно, чтобы было так-то, так-то, я знаю, что мне все равно будет подмывать их, добиться. Но если у меня на пути достижения к этому результату будут какие-то препятствия, я не буду разрушаться, я не буду биться головой об стену, я буду гибко обходить препятствия, потому что я знаю, что для меня это сверхценно, но я не буду больше так себя насиловать. Вот тогда вы никогда больше не валитесь в расстройство, а лечить неврозы бессмысленно и не нужно. Не надо ставить нереальных задач, надо уметь адаптировать себя к изменившемуся миру и к изменившимся обстоятельствам с помощью проработки допущений и гибких альтернатив жизненных сценариев. Ваш Алексей Красиков, Школа эмоционального интеллекта, я благодарю вас за внимание и увидимся в эту пятницу на этом самом месте с разбором кейса, уверен, будет интересно и полезно. Благодарю, до новых встреч, пока. Субтитры создавал DimaTorzok